День оружейника России И сегодня, находясь в гостях легендарного нашего прославленного коллектива, предприятия, мы, безусловно, вспоминаем Аркадия Георгиевича Шипунова. Он, конечно, был бы сегодня с нами здесь и очень был бы рад увидеть, как детищей конструкторской мысли становится железе, надежным панцирем страны. Действительно, машина, которую мы видим сегодня, очень хорошая. Это машина, которая надежная, с высоким уровнем, с выдающимися характеристиками. Мы полны решимости полностью реализовать государственную программу вооружения, которая у нас рассчитана до 2020 года. Скоро мы уже начнем готовить и представлять президенту и в правительстве Российской Федерации новую государственную программу вооружения на 16-25 годы. Эта программа вооружения будет инновационной. Она будет полностью ориентирована на отражение современных и будущих угроз нашей военной безопасности. И в этом смысле работа тульских оружейников и коллектива предприятий, в гостях, в которых мы находимся, чрезвычайно важна, потому что эти работы носят в полном смысле этого слова инновационный характер. Характер предвидения, характер опережения, характер следования научно-техническому прогрессу. И, конечно, правительство Российской Федерации будет всецело, всемирно поддерживать эти работы. Продолжение следует... Ну, надо иметь в виду, что концерн Калашников возник не на пустом месте, на базе двух ижевских стрелковых предприятий, «Ижмаша» и «Ижмеха», но и эти предприятия входят в состав государственной корпорации «Ростех». В равной степени тульские предприятия оружейные тоже входят в состав этой корпорации. Поэтому я думаю, что это просто первый шаг к дальнейшей консолидации стрелковой отрасли. У нас есть, безусловно, готовность к тому, чтобы заслушать предложения Ростеха о том, как будет сконсолидирована тульская часть оружейных предприятий. Но это вот ожидаем эти предложения в ближайшее время. В целом, это может быть как в рамках единого концерна Калашников, либо второй вариант, может быть создан другой концерн, который будет иметь свою специализацию, тоже государственный концерн, но с иным именем. Не хотел бы сейчас проговорять и рассказывать вам все секреты наши. Я думаю, что в любом случае, уж точно-точно, а уж тульскую область и тульских оружейников мы явно не обидим. Это я вам гарантирую. Президент сказал, что программа вооружения сокращаться ни на рубль не должна. Но отдельные задания государственного оборудования заказа в силу неготовности промышленности отдельных предприятий будут переноситься просто вправо, то есть на последующие годы. Поэтому все эти цифры вы знаете, это общий объем средств, выделенных на программу вооружения до 2020 года, 20 триллионов рублей. Нам надо решить две задачи. С одной стороны, это выполнить указ президента по двум индикаторам. Первый, к 2015 году выйти на оснащение современными вооружениями, военной техникой, вооруженных сил на 30%, и к 2020 году выйти на 70% переоснащения. С другой стороны, если сам бюджет сокращается, а доля военных расходов остается прежней, то в относительных цифрах получается, что этот военный бюджет просто растет за счет как раз социальных средств. Но мы-то все, хоть и связаны с оборонкой, но у нас есть дети, жены, мы беспокоимся вопросами образования, социальных расходов. Это тоже наша страна, мы живем в этом мире. Поэтому, конечно, оборонщики будут думать, каким образом за счет кредитных средств, привлекаемых для исполнения оборонного заказа, с одной стороны, не сорвать задание гособоронного заказа, с другой стороны, поддержать социальные программы в стране. На региональном уровне, ближе к предприятиям и к вузам в том числе, есть понимание того, как вообще возможно ее решать? Вот мы сейчас будем встречаться с нашими оборонщиками тульскими, и большинство из них говорят о том, что сегодня уже привлекать кадры становится серьезной проблемой, в том числе и для оборонки. Вы знаете, вот Дмитрий Олегович правильно сказал, все упирается в нормальные жизненные условия. Прежде всего, конечно, нужно предоставлять жилье для тех людей, которые готовы идти работать на оборонку. И у нас есть очень интересные молодые конструкторы, специалисты, действительно, которые, мы знаем эти фамилии, Дмитрий Олегович встречался в том числе, это те люди, в которых мы заинтересованы, безусловно, мы готовы разработать такую программу. Правительство Российской Федерации должно до 20 октября представить доклад главе государства о решении вопросов, связанных с обеспечением жильем молодых работников оборонно-промышленного комплекса. Что-то перспективное станкостроение региона и вообще значение для экономики. Ну, это очень перспективное направление, оно не только для региона, но и в целом для страны. И я думаю, что мы сегодня в том числе обсудим этот вопрос. Тульский регион имеет всю инфраструктуру для того, чтобы размещать у себя производство современных станков. И есть программа, Дмитрий Анатольевич Медведев проводил соответствующее совещание на эту тему. Принято определенное решение, и Тульский регион рассматривается как один из регионов для размещения подобного рода предприятий. У нас практически все предприятия к этому готовы, и Тулумаш завод, и КБП. И уверен, что перспектива очень хорошая. Ну, а потом для нас, как для бюджета, это очень выгодное размещение производства, потому что высокая добавленная стоимость, высокая производительность труда, и, безусловно, это высокий заработок. Ваш губернатор был инициатором этого совещания, которое прошло в Москве на базе Станкина. И Тульская область здесь выглядит довольно-таки предпочтительно. Мы в любом случае вынуждены сейчас воссоздать собственное станкостроение. И получается, что сузив площадь предприятия, высвободив дополнительную рабочую силу, мы вот остатки этих площадей, новых, освобожденных площадей, и людей, которые могут дальше работать на производстве, мы займем просто производством самих станков, которые пойдут потом на замену импорта. Вот такая схема, такая логика. И здесь я еще раз хочу сказать, губернатор Грузиев выступил инициатором этого проекта.